Здравствуйте! Вы на канале Еда на любой вкус. Сегодня готовлю пирог кекс, нежнейший и очень рассыпчатый, просто тает во рту. Такая выпечка вас точно не оставит равнодушным, особенно если вы любитель кексов. Три куриных яйца взбиваем с добавлением пары щепоток соли. Как только все перемешалось, можно добавить чайную ложку ванильного сахара. Затем, не прекращая взбивать, понемногу добавляем 150 граммов сахара. Все вместе взбиваем 2-3 минуты до белой пены. Добавляем 200 граммов сметаны, я взяла жирностью 20%. Смешиваем уже лопаткой. 300 граммов муки, из которых мы убираем 1 столовую ложку на потом. Смешиваем с 2 чайными ложками разрыхлителя. Можно заменить содой, только понадобится ее погасить уксусом. И количество ее должно быть чуть меньше, примерно 1,5 чайных ложки. Постепенно вводим половину мучной смеси в тесто. Смешиваем лопаткой. Можно использовать миксер, только на низкой скорости. Примерно в середине добавляем 100 граммов растопленного маргарина или масла. Комнатной температуры. Снова размешаем. Добавим остальную муку. Соединяем до исчезновения комков. Далее я буду делить тесто примерно на 2 части. В одну всыпаю столовую ложку какао. Тщательно перемешиваю. А в белую всыпаю отложенную муку. Тоже тщательно размешаю. Далее нам понадобится изюм. Предварительно хорошо промытый и высушенный от влаги салфетками. Делю примерно на 2 части. Добавляю в белое шоколадное тесто. Каждое размешиваю. Можно готовить без изюма. И если вы даже сделаете тесто из одного цвета, то вкус точно не потеряется. В общем, выбор за вами. Форму диаметром 24 см нужно смазать. Непосредственно только дно. Предварительно которое застелено пергаментом. Ну а если силиконовая форма, то смазывать ничего не нужно. Выкладываем хаотично два вида теста с помощью ложек. Здесь уже все зависит от вашей фантазии. Я просто заполняю пространство формы. Далее нужно слегка потрясти. И с помощью деревянной шпажки делаем сверху разводы. Печем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-35 минут. Когда середина пирога поднимется и деревянная палочка будет абсолютно сухой, значит достаем. Даем минут 10 остыть в форме. Получается вкусно? Попробуйте! Кекс действительно тает во рту. Спасибо за просмотр и ваши добрые комментарии. До новых видео! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok